Сейчас съеду, как всегда, как это обычно бывает в последнее время, по магазинам, по разным местам. Хочу взять аналоги элитных парфюмов, люксовых марок. А еще на тестирование возьму индийскую косметику, которая без СЛС и без парабенов. Я сама напросилась на это. Просто не хочу обманывать, что я это заказывала сама. Я сама напросилась на тестирование, причем не косметики. У меня у мамы начался ортоартроз, по-моему, болезнь начинается, когда очень сильно болеют суставы. Именно коленные суставы, вплоть до того, что она не может ходить. И она сейчас проколола у меня уколы, а я как-то такая задумалась и решила взять ей что-нибудь из индийских. Потому что ей уколы как-то мало помогли, у нее до сих пор все равно болит нога. И я как-то задалась целью, а почему бы и нет, не попробовать нетрадиционную медицину. А так как я очень много наслышана об Юроведе, поэтому, собственно, решила найти человека, желательно проживающего в Саратове, который занимался бы индийскими препаратами, доставкой индийских препаратов через Индию. И я как-то ходила на группу, я вам рассказывала уже, ну, к ришнаитам я ходила. И у Динки спросила, есть ли у них знакомый какой-то, который бы занимался индийскими товарами. И да, оказывается, есть такой человек в Саратове, он занимается совместными закупками прямо с Индии. Там, где живет русскоязычный наш соотечественник, который ему пересылает не только косметику, но и... Это не бесплатно, он предоставляет, он просто дает мне скидку. А косметику я беру на тест, он мне сам предложил протестировать, а так как мне тема интересна, вот эта вот натуральная косметика, без СЛС, без парабенов, натуральные шампуни. Я вообще обожаю индийские какие-то средства. Как-то все равно меня тянет ближе к востоку, к Азии. Вот если мне представится такая возможность, я с удовольствием съезжу в Индию группой. Если наберется группа от кого-то, либо от Кашнаэтов, либо от... Ну, другие у нас есть разные направления философских течений, конфессий, религиозные, какие-то группы такие, то я с удовольствием съезжу в Индию. Прям вот, не знаю, моя мечта, я прям что-то так загорелась, прям вот не могу, не могу. И за гранику мне нужно еще продлить. Вот. И еще в другое место я еду, это аналоги парфюмов. Блин, у нас дороги это просто вообще какой-то триндец. Аналоги люксовых брендов, там производят они и Киллиан, и Малиокулу даже. Но об этом я поподробнее расскажу, почему именно не оригиналы, а почему у меня есть две причины. Почему есть смысл даже попробовать аналоги люксовой парфюмерии. Есть две причины, я вам потом скажу. Так я уже у нас 4 минуты наговорила. Ладненько, поеду, навряд ли я вам, ну, может быть, покажу ей косметику так вкратце, а потом уже сделаю еще отдельно в покупках, и отдельно, когда уже протестирую все, я скажу так, как оно есть, свое вот мнение. Почти уже сделала все свои дела, и очень проголодалась. Я прям не могу нанюхаться, парфюмы сейчас нанесла себе на руку. Очень сложно мне подобрать аромат, у меня нет вот любимого такого, от чего бы я была в восторге. Но вот есть парочка, которая мне очень понравилась. Это вот про аналоги я вам говорила. Классные. Ангелы Демон, они как вообще маслянистые. Вот я сейчас на руку, мне тестер побрызгали. Прям масло такое на руке, прям есть ощущение небольшой липкости. Там, по-моему, 20% содержания эфирных масел. Первый раз сюда захожу, это синагон. Латте с жареным кокосом и миндалем. По-моему, да, с жареным кокосом и маленький мини-синагон. Нереально вообще вкусно. Кто еще не пробовал, я всем рекомендую. Еще я ехала, я здесь попала, расскажу. Друга склонна к нам вселенная, к нам, к нам, кем из нас. Это центр, торговый центр. Ну, сам торговый центр, он находится еще в центре. С парковками, как обычно, здесь всегда проблемы. И что вы думаете? Я ей говорю, хоть бы мне нашлось одно место, хоть бы мне одно нашлось, маленькое, маленькое место. Я прям как вслух въехала. Распять, наверное, повторила. Я подъезжаю прям к торговому центру. Есть одно место, хотя там обычно машины стоят одним рядом, то есть первым рядом. И еще и не блокируют вторым рядом. Но мне одно маленькое место все-таки нашлось. Помните, как-то давно, давно вам показывала, что мы покупали увлажнитель. Увлажнитель для воздуха. Вот такой вот, скарлитерский. И это ли нам приходится его сейчас возвращать, причем как-то лента без особых проблем. Ну, по крайней мере, по телефону согласилась взять его на возврат. Он у нас не падал, ну, ничего такого страшного мы с ним не делали, просто пользовались, ни разу не упал. Но пластик, наверное, настолько хлюпкий какой-то, что он просто на мелкие трещины. Вот как паутинка бывает. Ну, паутинку вы видели, вот так вот он раскололся на мелкие-мелкие частички. Сейчас я буду пить чаечек с такими вот вкусняшками. Купила я их в ленте. В прошлом году я уже пробовала. Суфле. Я не знаю уж, сколько там осталось меда от того, что они здесь намешали. Да, потому что все-таки это на консистенцию, больше такой на кремовую похоже. Но здесь и написано, что медсуфле с мятой. И я в прошлом году брала с малиной. Вы не представляете, какая это вкуснотища. Во-первых, очень вкусненько. Конечно, там вкуса меда практически нет. Он больше похож на десерт такой, вкусный воздушный десерт. В этот раз я решила попробовать другие вкусы. Это с имбиром, взяла еще и с мятой. А вот эти баночки потом можно использовать в каких-то других целях. Я обычно, если делаю какую-то пасту ореховую, ну вот на антипаразитарке я делала. Либо, допустим, кокосовое молоко покупаю. И сверху сливки собираю масло практически. Вот то я перекладываю в такие баночки. Очень удобные и герметичные. Но они такие вот интересные. Вообще, упаковка одна, мне кажется, стоит дороже, чем там все содержимое. И еще решила в этот раз попробовать мед с маточным молочком. Тоже не знаю, сколько уж здесь меда. Но единственное, разработан он, произведен в Алтайском крае. Потому что там были еще другие варианты. Можно было взять липовый. Что-то липового меда так захотелось. Но посмотрела, вроде бы написано башкирский мед липовый. А изготовитель Москва. Я как-то не особо, если честно, доверяю продуктам, которые произведены в Москве. Вот. Если уж мед башкирский, то, соответственно, он должен быть разлит хотя бы в Башкирии. Как-то больше к этому доверия. Вот. И сейчас вскрою и всех немножко, по чуть-чуть, прям попробую. Попробую с каким-нибудь травяным чайком. Смотрите, как прям прелесть такая. Прям не могу я идти в баночек восторг. Так еще и содержимое очень вкусненькое.